В октябре 2017 года Максим Добрых получил грант на реализацию проекта «Саровский котельон». В течение полугода ребята шили костюмы и разучивали танцы 19 века. Кульминацией стал праздничный бал на Дне молодёжи, в котором приняло участие более 50 человек. Проект настолько запомнился зрителю, что организаторы «Саровского котельона» решили повторить задумку в обновлённом формате. Так родилась живая история. Это, скажем так, апгрейд уже «Саровского котельона». То есть это вторая версия его, чтобы люди больше знали об исторических танцах. То есть в этом проекте уже будет больше исторической справки, больше направленности, больше мы будем вкладывать усилия именно в танцы определённых эпох. В этом году организаторы пригласили к участию в проекте представителей городов присутствие госкорпорации «Росатом». Любителям исторической хореографии предстоит выучить несколько танцев, популярных в 19-м столетии. Варшавянку, Мазурку, Кадриль, Польку и Контраданс. Люди должны будут выучить танцы эти, технику этих танцев. То есть в Европе в это время танцевали по одной технике, в Российской империи на этот же момент танцевали по другой технике. А должны будут пошлить себе костюмы именно этого периода и представить перед нами, показать, чему они научились. И мы уже с нашими знаниями будем их оценивать. Финал проекта «Живая история» пройдёт в конце октября. Чтобы принять в нём участие, достаточно позвонить по телефону 8 996 016 98 31 или прийти в Клуб здоровья. Подробнее о проекте «Живая история» его авторы расскажут на Дне молодёжи 29 июня. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саруф24.